Привет всем, это наше второе ревью и давайте посмотрим ваши работки и начнем с работ Анастасии. Смотрим. Ага, ну, либо я могу сказать, что ты очень быстренько это сделала и не потратила достаточно времени или не вложила достаточно труда, чтобы все, ну, отточить или отработать так, как это показано в лекции, либо какая-то другая причина, но анимация не выглядит привлекательно и в ней не учтены те моменты, которые были даже в первой лекции, я не говорю о второй лекции. Мячики не движутся с ускорением и замедлением, мячики не движутся под дугом. Это не учтено, а это нужно было бы учесть. И вообще, ну, в дальнейших работах, ну, вот которые я сейчас буду в этом ревью рассматривать, я не буду долго задерживаться на те работы, в которых просто не учтены предыдущие моменты, которые мы рассмотрели. Это значит просто, что вы невнимательно посмотрели лекцию и хотя бы, как минимум, не повторили то, что показано в лекции, а это было показано. И если вы хотите научиться создавать анимацию, относитесь к обучению внимательнее и больше старайтесь. То, что сделано здесь, можно сделать за очень коротенький промежуток времени. Просто расставить случайным образом ключи и ничего не корректировать. Это не анимация, это просто движущиеся объекты, но это не выглядит как анимация, потому что у них нету правдоподобного движения. Нету движения под дугом, нету замедлений на пути вверх, нету ускорений на пути вниз, правдоподобных отскоков и так далее. В общем, если посмотрим тайминг и спейсинг или просто его расстояние, как мячик катится вниз, то что мы видим? Мы видим, что он никак не ускоряется. Он просто медленно с одной скоростью, с одним спейсингом катится вниз. И другой мячик летит по ровной линии, где дуга. Это все должно быть учтено. Здесь мы должны видеть, что он начал катиться так и с каждым кадром все больше и больше и больше и больше разгонялся. Да, может даже здесь он уже в воздухе. Вот, спейсинг каждый раз больше, больше, больше. Я не нарисовал сейчас один в один спейсинг, который должен быть. Я просто напоминаю, что мы это рассмотрели на первой лекции. Что на пути вниз объекты ускоряются, на пути вверх замедляются. Вот, здесь чуть меньше он, потому что он вылетает. Вот так. И здесь точно так же, если он отскочил, куда он отскочил? Вот первый его отскок был. Вот какой спейсинг маленький. Вот какая у него маленькая скорость была. И куда он направлен был? По этим двум красным точкам я вижу, что он направлен был туда. А почему-то он один кадр пролетел так, а потом направился сюда. Вот. И опять же по ровной линии. Сюда прилетел. Это должна быть дуга, которая бы проходила вот так. Бум. Он отсюда отскочил сюда, отсюда куда-то сюда и так далее. И полетел прыгать дальше. Пум. 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 Вот. А этого здесь нету. Спейсинг полностью равномерный. Вот. Если мы посмотрим на какой спейсинг у маленького мячика, да? Линейно, линейно, линейно. Не ускоряется, не замедляется. Одинаковая, одинаковая скорость. Это все было в первой лекции. Так что с этой работой, ну, как бы, ревью дальше, ну, как бы, делать даже и не нужно. Потому что здесь не внесены моменты первой лекции, а мы уже перешли ко второй, когда мы должны учесть разный вес мячиков и так далее. Так что здесь нужно посмотреть спейсинг. Обязательно рекомендую посмотреть еще раз первую и вторую лекцию. Обязательно посмотреть моменты, рассмотренные в первом ревью. Потому что сейчас мы уже сюда подошли к рассмотрению спейсинга и тайминга в этом ревью. И здесь я буду смотреть на вес мячиков. На легкие мячики и на тяжелые мячики. Как это показано, как они себя ведут. Но дуги мы уже рассматривали и все остальное рассматривали. Так что очень настоятельно рекомендую посмотреть первую лекцию еще, как минимум, два раза. Повторить задание и повторить, посмотреть ревью, которая была сделана на работе первой недели. Вот, там тоже рассматриваются вот именно эти моменты. Хоть они и были рассмотрены в лекции, но там я говорю, ну, как бы, еще раз повторяю это. И если мы так с вами будем, ну, повторять их и до конца курса, то те ребята, которые действительно делают анимацию по ненужным неделям и стараются, возможно, они не получат свое ревью. Или их ревью не будет настолько длинным, потому что будет потрачено время на это ревью. Вот, поэтому больше старайтесь, не спешите, не сдавайте ради птички. Это вы делаете для того, чтобы научиться создавать анимацию. Старайтесь понять. Если непонятно, задавайте вопросы на страницах лекции. Я буду отвечать. И однокурсники будут отвечать. И, возможно, другие инструктора, которые позже присоединятся, тоже будут отвечать на эти вопросы и пытаться разъяснить. Вот, а здесь сейчас нужно работать, работать по первой лекции. Окей, идем дальше. И следующая работа у нас будет, ее прислал Андрей Кистрин. Вот эта работа. И смотрим, что у нас здесь есть. Пум. Хорошо, видно немножечко разницу между весом мячиков, что один более легкий, один более тяжелый. И тот, который более легкий, почему-то потом стает тяжелее, когда вот начинает лететь с качельки сперва, как бы в начале. Он выглядит легким, когда его подкидывает. Потом он почему-то ускоряется, как будто ветер дует и его разгоняет. Но давай рассмотрим уже остальные моменты, что нам нужно здесь учесть. Когда маленький мячик сорвался с вот этой поверхности, он должен начать, если он до этого летел вот так вот, да, то тут он должен начать уже падать вниз. Ну, потому что он сошел с этой поверхности. Он не должен продолжать лететь ровно и только потом повторять рисунок этой дуги, по которой катится. Он сразу должен, ну, как бы сорвавшись с поверхности, идти вниз. Хорошо, тут мы видим разгон. Отлично, он понемножечку разгоняется. Посмотрим дальше. Ага, ну тут уже его разгон почему-то остановился. Он набрал какую-то одну определенную линейную скорость и дальше не разгоняется. Хорошо было бы сделать, чтобы разгонялся. Опять же, это было в ревью работ первой недели. Но здесь анимация выглядит более правдоподобно, поэтому мы ее рассмотрим. Я подкорректирую, потому что мы видим все-таки разницу между первым и вторым мячиком. Есть дуги в их движении, но есть какие-то ошибки, которые повторяются, конечно, но... Давайте их рассмотрим все равно. Вот здесь почему-то он даже начал тормозить. Когда он летит вниз, он должен только ускоряться. Почему-то вот этот спейсинг у него стал очень маленьким. Теперь он просто потерял свою скорость. И все, линейно, линейно, линейно с одной и той же скоростью. Вот тут он почему-то ускорился. Ну, точнее, не почему-то, а тут ему нужно было ускориться. Он ускорился. Вот, но почему это не происходило до этого, не совсем ясно. Так, так... Это я уже криво поставил. Тут он не повторяет рисунок. Я имею в виду, что он начал катиться уже по воздуху под конец. Нужно, чтобы он катился все-таки по этой дуге, а не по воздуху. Это не совсем правильно. Так, так, так... Сейчас мы отметим. Опять видим, что линейная скорость, никаких замедлений и ускорений. Тут еще дуга поменяла свое направление. Вот. Что тоже не совсем хорошо. Опять же, рекомендую больше уделить внимание этой работе. Вот с каким спейсингом он у нас прилетел на качельку. Вот с каким спейсингом он ее двинул. Очень слабенько. Он сильно об нее затормозил. Потом откуда-то у него появилась вот эта скорость. И это, кстати, было в ревью первой недели. Опять же, невнимательность. Обязательно, обязательно смотрите, что я говорю в других ревью. Потому что, ну, я рассмотрю не все работы. Кого-то работа не попадет на ревью. И вы, соответственно, ну, если ваша работа не попала на ревью, вы что, не получите совет? Конечно, получите. Только, как бы, получайте их из других ревью. Из ревью ваших однокурсников. Потому что, действительно, эта информация давалась. А здесь я вижу, она не учтена. Соответственно, я вижу тех, кто не получает все 100% от курса. Что мог бы получить. Ну вот, мы видим, какой спейсинг у него здесь. Он то разгоняет качельку, то тормозит с ней. Первый удар вообще очень слабенько. Он должен был бы войти с ней в контакт, да, с качелей. Вот она в первом кадре контакта. Вот такая. Во втором кадре он должен был ее хорошенько бы стрельнуть куда-то вот так вот. Ну, может быть, не до самого конца. Давай вот. Вот так. И в следующем, третьем кадре он просто бы ее добил уже до земли. Чуть-чуть ниже. Вот так. Она бы меньше пролетела. Но вот этот первый спейсинг большой. Вот это то, что задало бы этот, ну, и передало бы этот спейсинг этому большому и легкому мячику. А сейчас при таком маленьком спейсинге, который есть здесь. Сейчас мы посмотрим. Вот тут, вот, большой мячик все еще на качеле. И вот с таким маленьким спейсингом его как бы отрывает, да. И как он у нас полетит дальше. Вот он был здесь. Вот он у нас. Сейчас я поменяю цвет, чтобы было лучше видно. Вот он здесь. Вот он здесь. Вот его спейсинг. Как он дальше может полететь? Он большой и легкий. Он уже должен начать тормозить. Но он у нас не тормозит. Мы видим, как он летит. И это не совсем правдоподобно. Ну, если он действительно такой большой и легкий, как пляжный мячик, он уже должен был стоять и просто катиться по качельке, а не лететь дальше. А он еще даже у нас ускоряется. Немножко спейсинг увеличился. Вот вообще. И его дуга меняется. Мы видим, что дважды поменялся рисунок дуги. Вот здесь поменялся. Да, вот в этом месте. Стрелочка. Вот в этом месте. Тоже кажется, что дуга еще начинает изгибаться чуть по-другому. Ну и вот тут он наконец-то по пути вниз начал ускоряться. Но это неправдоподобно. Это его должно было бы выкинуть сильнее, и он быстрее бы затормозил в воздухе, и сюда бы как бы слетел и скатился. Вот. Но что дальше? Дальше он у нас начинает ускоряться, как будто дует ветер. Потому что, если мы сейчас посмотрим, где он находится. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Тут. Вот я сейчас просто показываю его горизонтальный спейсинг, где он находится. Вот. Ну и вот. Ну и так далее. Вот у него нет вообще остановки. Его тянет... До этой преграды его тянет с одинаковой скоростью. Хотя это легкий мячик, который должен был бы затормозить. Но как будто есть постоянная скорость, которая его подхватила и тянет. Вот. Так что эти моменты нужно учесть. Сейчас посмотрим еще маленький мячик. Тык. Хорошо ударяется. Посмотрим в реальном времени сейчас. Раз. Тык-тык. Ну, как палочка падает, хорошо. Как он отскакивает от палочки. Большой мяч тоже хорошо. Но... Спейсинг... Ну, то, что он отскакивает и вот так отталкивается, останавливается, хорошо. Но чуть можно дольше его прокатить. Но, хотя, когда ты его замедлишь здесь, поправишь эту анимацию, он, возможно, уже до палочки не докатится. Поэтому, если хочешь, чтобы она упала, ее нужно будет поближе поставить, чтобы она стояла где-то ближе, чтобы он до нее докатился. Потому что это легкий мяч, он так, ну, столько не должен прокатиться. А если это не легкий мяч, то он должен тоже быстрее стартануть и более правдоподобно останавливаться. Вот. Потому что, ну, как я и показал, его спейсинг на пути... Ну, сейчас мы можем просто посмотреть. Сейчас я отключу вот это. Идем вперед немножко. Ну, вот. Вот какой его спейсинг здесь. Да? Какие расстояния? Вот какой его спейсинг здесь, когда его только выкинуло. Вот какие расстояния между палочками. Маленькое. Чуть больше. А тут почему-то они большие. Ну, вот это расстояние конкретно больше, чем вот это. Хотя самое большое расстояние может быть только здесь, когда его стрельнуло вверх. А тут оно должно быть меньше. Оно должно падать. И это касается не только мячиков. Напомню, мы это делаем не ради мячиков. Это касается всех объектов и персонажей в их движении. Если это свободно летящие или падающие, или объекты, которые толкнули, они как-то будут либо ускоряться, либо замедляться. Конечно, если это с самолета выброшенный какой-то объект, то да, он наберет свою максимальную скорость и до земли будет уже лететь с одной определенной скоростью. Но это не та ситуация. В основном есть замедление и ускорение. Вот, окей, идем дальше. К следующим работкам. И следующую работу прислал Андрей Литвин. Смотрим ее. Кстати, очень классная работа. Я посмотрел ее и до этого еще видел на ютубе. И что мне здесь нравится, что, опять же, поработано не только с анимацией. Хотя, кстати, как для второй работы, здесь не хватает второго мячика, который вел бы себя медленно. Или, наоборот, второго, который вел бы себя более быстро. Вот. Но можно посчитать, что, да, пока он летает вот так вот с залетающей тарелкой, это такой легкий мячик. Вот. Но здесь сделано больше. Здесь сделан overlapping, да, наложение действий, наложение движений. То, что мы еще будем проходить. Вот. И это очень классно сделано, когда танк приезжает. Он не просто остановился, а еще по инерции нырнул, видите. Он ныряет вперед и дынк откатывается назад. Это очень-очень хорошо и классно. Это то, что делает анимацию правдоподобной. Особенно при анимации персонажей. Вот. Ну, тут тарелка летает плавно. Я, как бы, не буду смотреть на ее анимацию, потому что плавные движения могут быть, ну, любыми. Вот. Ну, просто поставил ключи, повернул и, как бы, все. Здесь, здесь, ну, нету каких-то замедлений, ускорений, которые нужно сказать, или можно сказать, что вот тарелки так не двигаются, да. Она плавно летает? Окей. Пусть летает. Будем смотреть только те моменты, когда действительно происходят какие-то более физические изменения. Хорошо. Смотрим, как выстреливает танк. Бух. Бух. Хорошо. Ну, линейная скорость уядра. Окей. Тут почему-то ядро тормозит перед тарелкой. Не должно тормозить. Как была одна скорость, так и должна быть. Я все движение ядра не буду отмечать, но отмечу только несколько. Мы видим, какой спейсинг сейчас. Вот он уменьшается. Еще уменьшается. Еще уменьшается. Это ядро. Его стрельнули конкретненько быстро. И только теперь, бум, у нас удар. И почему-то после удара, после контакта, да, произошел контакт, ядро толкнуло тарелку и сумело еще больше пролететь, чем было до этого. Так быть не должно. Ну, либо оно должно просто пролететь сквозь и как-то повлиять на тарелку. Ну, в общем, но не так, что оно летело медленнее, а потом... Вот, теперь смотрим на тарелку. Вначале тарелку развернуло. Вот теперь будем уже анализировать движение тарелки, потому что теперь она более-менее, ну, объект, на который повлияли какие-то другие физические объекты. И вот центр тарелки. Смотрим, куда он слетает. Ее разворачивает. Во-первых, у нее появилась, да, из центра мы будем рисовать такую линию, которая разворачивает. Вот сюда, вот сюда. У нас появился уже спейсинг не только, ну, объекта, но и спейсинг вращения. Вот сколько мы повернулись за этот кадр. Теперь посмотрим дальше. Куда-то пропадает это вращение и тарелку просто уносит дальше. Вот, можно представить, что у нее включился двигатель. Да, но если... Ну, нет, у нее не включился двигатель. Потому что она дальше потом начинает разворачиваться. Она забыла про свое вращение на этот кадр. Хотя должна была продолжать вращаться. Она просто сдвигается вот вбок. Теперь она еще сдвигается вбок. Опять забыв про свое вращение. Все еще нет вращения. И здесь все еще нет вращения. Хотя только что ей конкретно задали импульс вращения. Да, она была вот так. И потом ее бум, вот так вот резко развернули. Идем дальше. И вот теперь она вспоминает, что надо вращаться. Почему-то теперь начинает тормозить в воздухе. Но начинает чуть больше вращаться. Теперь она... Видим по спейсингу. Она опять немножечко ускорилась. Но сильно ускорилась во вращении. Хотя это сразу должно было быть у нее. Теперь она... Опять спейсинг ее по движению такой же. Но по вращению. Вот она все еще продолжает теперь вращаться. Чуть замедлилась. Замедлилась в движении. И ускорилась во вращении. Мы видим, как она разворачивается. Бум. Ай, ну тут она ударяется, я так понимаю. Бум. Да, окей. Хорошо. То, что она ударяется, это все классно. Но... И вот этот столбик, я его не заметил до этого. Но тут, когда ее начало крутить, ее нужно... Вот в этом кадре, если я ее развернула. В следующем кадре ее нужно показать чуть-чуть выше. Ну, чтобы она развернулась дальше. Может быть, она начнет тормозить это вращение как-то. Но она должна быть в следующем кадре. А не так, что она до столбика долезет, а потом врежется. И опять смотрим на массу тарелки. Как она продолжает двигаться. Тут. Хорошо. Хорошо. Так, ну и тут она почему-то тормозит. Немножко. Тормозит и начинает подниматься вверх еще. Хотя, ну, ее двигатели направлены вниз, но она поднимается вверх. Ну, нет у нас здесь дуги. Если посмотрим на ее траекторию после удара, то... Видим, что это такое. Отсюда. Сюда. Потом вот такой подъем. И еще подъем здесь вверх. Вот как выглядит эта зеленая линия. Опять же, хорошо было бы увидеть здесь дугу какую-то. Потому что все равно у нее есть свой центр тяжести какой-то. Ну, центр ее массы. И мы должны были бы увидеть, как ее кидануло или как ее толкнуло. Вот. Так анимация, конечно, выглядит прикольно. Ну, и привлекательно. Но будет еще лучше, если добавить сюда вот эти более правдоподобные моменты. Хорошо. Идем еще дальше. Посмотрим теперь на движение мячика. Что с ним происходит. Бум. Давай от этого момента проследим, когда он летит вниз. Он здесь. Здесь. А, он бьется о кольцо. Так, ну, когда он ударился об кольцо, я так представляю, что это кольцо, он почему-то ускорился. Он не должен был так ускоряться. Он летел уже с маленьким спейсингом, отскочил с более большим. На пути вверх тормозит. Окей, то, что нужно. Танк, кстати, классно. У танка есть и разгон, и торможение. Это то, что нужно. Бум. Хорошо. Хотя тут в конце можно было бы чуть поправить еще дугу. Потому что, если посмотрим последние четыре кадра, то это ровная линия. Сейчас у меня не очень ровненько нарисовалось. Ну, в общем. Вот. Видно, как эти точки идут. И очень не хватает здесь ускорения. Опять же. Одна и та же скорость, и все. Он не ускоряется. Тут можно было бы эту точку разместить чуть ближе. Эту чуть ближе. А это бы получилось чуть дальше. И, соответственно, красиво бы увеличился спейсинг. Так, давай еще идем. Пум. Вот. И тут, когда мяч отскакивает, опять же, он отскакивает, не потеряв никак энергию. Даже набрав. Потому что вот где он был до этого. Да? Вот эта точка. И вот куда он отскочил. Ну, он не может отскакивать выше, чем... До этого было. Сейчас посмотрим. Здесь дуга. Все окей. И хорошо. Еще немножко танк посмотрю. Да, у танка классно. Есть замедление, ускорение. Он начинает тормозить. Его наклоняет. Ну, супер. Хорошо. Так вот. Классная работа. Но чуть все-таки есть что поправить. Окей. Мы идем к следующей работе. Ее прислал Андрей Прогов. Или Прогов. Так, смотрим. Бум. Как все быстренько. Ну-ка, еще раз посмотрим. Ага. Ну, тут немножко кажется, как ускоренное. Уже анимации... Некоторые до этого выглядели как замедленные анимации. Теперь это выглядит как ускоренное. Большой мячик как-то поменял свое направление. Вот что-то, ну, какая-то невидимая дуга его поднимает выше. Хотя отсюда, ну, вылет должен быть примерно вот таким, да? Ну, если у него есть тык. А что-то его подкидывает еще выше. Вот. Вначале он идет ниже, а потом что-то его подкидывает выше. И потом он теряется. Ну, как бы теряет эту энергию и опускается вниз. Ну, мы сейчас посмотрим еще и на его спейсинг. Опять же. Тайминг и спейсинг. Важные, важные вещи, которые, ну, делают анимацию либо правдоподобной, либо неправдоподобной. Так, он только что летел у нас с большим спейсингом. Бум, бум, ударился. Он тормозит, кстати, перед ударом. Я на это не обратил внимания. Вот. Ну, его полет сюда должен быть ровным. Отскок уже будет под каким-то углом. Ну, под таким же, как он и ударился в поверхность. Так, соответственно, где-то, ну, я думаю, вот так. Под таким. Значит, это не должна быть вот такая дуга, что он так влетает. Ну, конечно, если отсюда бы сильно дул ветер, да, с этой стороны, то возможно. Но у нас ветра нету, мы не видим флаги в этой сцене и так далее. Вот. У него был большой спейсинг. Он не отскочил, а потерял всю свою скорость и начинает заново набирать скорость, что немножко неправильно. Хорошо было бы, чтобы он прилетел с большим спейсингом. Как летел с таким спейсингом? Вот. Даже в этом кадре его лучше уже ударить о землю. В следующем кадре, если у него только что был вот отсюда-сюда такой спейсинг, значит, куда-то сюда его в следующем кадре стрельнуть. Вот. Потом следующий кадр, он может уже начать падать. Ну, немножко вбок. Ну, где-то сюда, может быть. Да. Потом он будет немножко ускоряться, лететь сюда. Потом ударится здесь эту полочку и отскочит. Вот. Но он здесь так не делает. Посмотрим, с каким спейсингом он дошел сюда. Немножко разогнался. Тут сильно начинает разгоняться. Отлично, отлично. Тут опять затормозил. Только что был большой спейсинг. Вот между вот этими двумя кадрами. Тут опять он меньше. Не совсем правильно. Тут он опять потерял всю свою скорость. И плюс он летел с высоты. Он, ну, как бы должен скачать. Ну, ладно. Если он даже не прыгающий мячик, то куда-то его энергия должна была деться. Он не должен был так весь затормозить. Потом он опять прошел. Даже не то, что с линейной. Он даже начал ускоряться на пути вперед. Он ускорился. Мы видим, что он прошел более большие расстояния. Здесь замедлился. Еще замедлился. Еще замедлился и пошел вверх. Еще вверх. Это неоправдано. Здесь он вверх не должен идти. Вот здесь развернулся. Ну, окей. Здесь он может разворачиваться, потому что... Ну, если бы он откуда-то оттуда летел, да? Концовку дуги мы можем принять, что да, она хорошая. Но влет в эту дугу неправдоподобный. Вот. И это нужно исправить. Это все, опять же, первая лекция. Первая лекция и немножко вторая, когда мы рассматривали легкий и тяжелый мячик. Так что он не должен падать так быстро. Если это пляжный мячик, да, то он должен падать очень медленно. Если это боулинговый мяч, то тогда здесь, на вот этом промежутке, он должен разгоняться намного быстрее. Здесь он должен влететь просто мега быстро. Удариться. Вот. Теперь посмотрим тогда еще немножко маленький мячик. У него тоже есть интересные моменты со спейсингом. Вот. Но это удобнее, конечно же, сделать в мае Motion Trail, да, включить у него покадровые... Вот. Мы видим, как произошло выскорение. Мы видим, что нету дуги, просто ровная линия. А хорошо было бы дуга. Тут. Только что он летел вот с такой скоростью. Бам! Вот. Ну и так далее. Я дальше даже не буду рисовать. Опять же, первая лекция. И немножко вторая. Внимательнее. Если вы хотите научиться создавать анимацию, используйте тот материал, который вы уже получили. На данный момент вы могли сделать хорошие... Ну, кто-то, конечно, сделал. Я обращаюсь к тем, кто не сделал хорошие и привлекательные анимации. Вы могли сделать хорошие и привлекательные анимации. Потому что материал дан, а вы его пропускаете, вы спешите. Соответственно, получается, что вы на курсе не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы просто его пройти, просмотреть, сдать задания ради птичек. Нет. Сдавайте задания ради результата, ради понимания. Я думаю, даже мне, наверное, стоит пересмотреть то, как задания берутся на ревью. Потому что лучше рассматривать какие-то новые моменты, а не повторяться, ну, и рассматривать то, что мы уже рассматривали. Вот. А именно эти моменты рассматривались первые и во второй лекции. Так вот. Обязательно поправить тайминг и спейсинг обоих мячей, да, чтобы они правильно летели. Дуги. Чтобы было правдоподобное движение. Никаких придуманных, выдуманных ускорений, как здесь. Что его заставило так быстро пролететь этот кадр, не ясно. Каждый объект отмечаете, создаете этот motion trail для него, это траекторию, как он движется. Включаете у него крестики или локаторы, которые показывают, где он, в каком кадре. И сами просматриваете эти все крестики и смотрите, классно ли они выглядят. Правильно ли он ускоряется в нужных местах и замедляется в нужных местах. А не так, чтобы это было, ну, случайным образом. Вот. И тогда будут результаты. Старайтесь ради результата. Вот. А мы идем к следующей работке. И ее прислала Анна Ларионова. Смотрим здесь. Сейчас мы ее откроем покрупнее. Так. Пум. Хорошо. Ну, опять же, видны те же самые ошибочки. Ну, хотя, маленький мячик, первый красный, хорошо. Ну, у него... Если не смотреть покадрово, то я могу сказать, что в реальном времени, ну, выглядит правдоподобно. В это можно поверить. Все окей. Как падает палочка, не совсем правдоподобно. Она мега ускорилась. Ну, вторую часть анимации, вот эта вот серая палочка, она очень сильно ускорилась. Теперь посмотрим другие еще мячики. Вот сейчас. Бум. Как выстрелило зелененький мячик и как катается здесь большой тяжелый, не совсем правдоподобно. Это хорошо было бы подправить. Сейчас мы посмотрим теперь на то, как у нас летит маленький мячик. Опять я порисую. Возможно, это уже не так интересно смотреть, да, в анимации, когда мы опять просматриваем тайминг и спейсинг. Но я хочу здесь показать, вот, небольшое ускорение мы здесь видим, что, соответственно, и дало привлекательный вид при просмотре в реальном времени. Вот. И здесь я рисую эти точки только для того, чтобы показать спейсинг при ударе о палочку. Мы видим, какой он под конец маленький. Мячик не должен был тормозить перед палочкой, а он реально затормозил. Вот его расстояние между этими палочками маленькое. Расстояние только что до этого больше. Почему он решил здесь тормозить перед ударом? Так быть не должно. Ну, его спейсинг должен был быть примерно таким же во время удара. Но даже окей, пусть что-то его заставило затормозить. Вот его спейсинг перед ударом. Соответственно, такой же спейсинг он может передать палочке. Смотрим. Первый кадр палочка никак не отреагировала. Значит, это конкретно жестко встроенная палочка. Она не должна дальше реагировать. Второй кадр, она ничего не отреагировала. Третий кадр, она отреагировала. Но очень-очень слабенько. Вот так. Мы видим, какой спейсинг был. И какой спейсинг ей передался. Но почему-то передался слишком поздно. Но окей, даже посчитаем, что окей. Теперь она начинает ускоряться. Хотя, хотя из-за того, что первый кадр, она очень слабо двинулась. Она бы просто вернулась назад. Уже бы остановилась. А она начинает ускоряться. И с каждым кадром все больше. Хотя это ускорение должно прийти, когда она будет больше наклонена. Сейчас вот она так. Сейчас она так. Ну, как будто ее что-то... И сейчас она вот так. И это, опять же, бом! Вот что мы видим. Мега изменение. Откуда оно такое получилось? Ну, так быть не должно. Мячик должен был ее сразу толкнуть. Вот, он прилетел сюда с таким спейсингом, скажем. Представим, что он здесь, да? И в следующем кадре он уже здесь. Контакт. Значит, вот этот кадр. Вот этот кадр. Вот, нарисуем повыше эти линии. Вот. Вот этот спейсинг, который он ей задал. Значит, вот здесь палочка стоит. В следующем кадре, если мы только что ей передали вот этот спейсинг, то она будет где-то здесь. вот так. В следующем кадре мы можем ее... Так как она падает, мы можем ее сдвинуть на такой же спейсинг, еще сильно не... Ну, может, чуть-чуть больше, да? Где-то здесь. Теперь в следующем кадре, конечно, мы можем ее начать немножко разгонять уже здесь. И так далее. В каждом кадре понемножку мы ее должны разгонять. И при этом мы должны показать контакт. Что перед тем, как он ударится в качельку, или она ударится в качельку, эта палочка, она должна, как бы, произвести с ней контакт. И только потом мы должны показать, ну, что произошла реакция. Эта палочка здесь. Качелька уже тогда здесь. Вот. И тогда мы увидим этот спейсинг, что отсюда, она прошла сюда, качелька отсюда прошла сюда. Соответственно, этому мячику мы сможем передать точно такой же спейсинг. Отсюда, сюда. И дальше он сможет как-то с этим спейсингом продолжать лететь. Но на пути вверх он должен будет тормозить. Вот. Идем дальше. И посмотрим, что у нас происходит теперь с другим. Маленький мячик выстреливается. Большой мячик никак не реагирует на удар качельки. Он просто зависает в воздухе. Ну, большой мячик сейчас тоже рассмотрим. Маленький мячик получил направление вначале вот туда. Мы видим это по вот этой стрелочке. Потом он резко изменил свое направление на сюда. Теперь тут летит довольно-таки ровно. Это не дуга. Это ровная линия. И только тут он начал поворачиваться. Это должна быть дуга. И должна быть дуга с торможением вверху. Тут он даже начал ускоряться. В воздухе он не должен ускоряться. Тут он затормозил. Почему-то потерял скорость. Вот. Ну, в общем, те ошибки, которые мы рассмотрели в первом ревью. Так что обязательно проверьте это. Я говорю, это задание не ради мячика. Это задание ради понимания вот именно этого тайминга и спейсинга. Так, что у нас тут происходит? Бум. Посмотрим на большой мячик теперь. Опять он тоже отскакивает с одной скоростью. Потом тормозит. Вот его спейсинг. Он уменьшается. Ровно движется даже. Мы видим, что это не дуга. Вот тут он вообще затормозил в воздухе на одном месте. И так далее. Вот мы видим. Это все должны быть дуги. Так что вносите поправки. И только когда здесь будут дуги и правильные, хорошие расстояния, которые вы можете отследить при помощи Motion Trail. То, что в мае я показываю в лекциях. Крестики рисуются. Отследите. И когда увидите, что все классно, везде дуги, хорошие расстояния, загружайте. Больше работайте. Работайте ради понимания. А если не будете работать ради понимания, так и будет. На восьмой неделе обучения я буду опять же говорить вам вот тут поправь. Спейсинг, тайминг. Вы же не хотите такого повторения. Вы же хотите научиться, правильно? Ну, по крайней мере, это будет логичным. Хотеть научиться, а не застрять на материале первой недели. Поэтому старание и старание. Окей, следующая работа ее прислала. Сейчас посмотрим, кто. Людмила Бахтина. Сейчас мы ее откроем. Вот она. Еще раз смотрим. Тык-тык-тык. Ага, ну маленький мячик. Хорошо, он быстренький. Но как-то его в некоторых моментах примагничивает. Опять же, проблемки в тайминге и спейсинге. Он чуть меняет свое направление и у него разные дуги при прыжках. Оба мячика проскальзывают при вращении, когда вращаются. И большой мячик очень неправдоподобно двигается и резко останавливается. Окей. Те же советы. Я могу рисовать. Опять же. По этим анимациям. Но это нового ничего не расскажет. Поэтому я бы хотел еще раз дать рекомендацию. Внимательно относитесь к обучению. Если вы хотите результатов. Вот. Мы видим, что спейсинг не ускорялся до падения. Теперь он тут поменяет свою траекторию движения, как он двигается. И поменяет ее в воздухе еще до удара. Его падение, точнее его полет вот так и вот так и потом вот так. Он не может разворачиваться перед этой полочкой. Если он летел так, то его дуга должна быть вот такая. А не такая, что он летел ровно, потом резко вниз, а потом перед полочкой еще и развернулся. что здесь как раз и происходит. Вот. Тут он начал тормозить, тут он еще больше затормозил, тут он еще. Ну, в общем, вы видите, что мы сейчас отмечаем. Опять же, это материал первой недели. Так что, вносите поправки, обязательно дуги, спейсинг и сдавайте. и действительно будет хороший результат. А мы идем к следующей работе. И ее прислала Роза Салаватулина. Окей. О, что-то интересненькое. Ну, класс. Ну, буквы я не буду рассматривать, они там как бы так случайно разлетаются, веса в них особо не наблюдается, но все остальное выглядит привлекательно. Хорошо, смотрим. Легкий мячик чуть быстро ускоряется после ударов, вот который в клетку, да, его чего-то дергает, но потом он опускается довольно-таки легко и правдоподобно. В конце, может быть, не стоит делать такой долгий его отскок. Он очень легкий, он быстрее бы потерял скорость, а он там ускоряется немножко. Так, откроем эту анимацию. Так вот, смотрим сейчас пока что только на мячик в клетку. Вот он летит с одним определенным спейсингом, и тут почему-то, ну, что-то его кидает вбок. У него только что был более маленький спейсинг. Вот. И потом, бум, при таком большом спейсинге он опять его теряет. Ну, мы видим, сколько, ну, какое расстояние он сейчас проходит, да, за этот кадр. Здесь он, здесь он, вот. И потом раз, он резко затормозил и дальше медленно опускается. Я бы тогда и держал его все время медленным таким, потому что он такой как легкий надувной воздушный шарик. Тут опять у него был большой спейсинг и он затормозил. Эту горку тогда можно сделать без вот этого, без вот этой части, чтобы он мог с нее выкатиться, чтобы ему хватило его медленной скорости, чтобы он отсюда выкатился и, и плавно полетел вниз, да. и может быть пружинку даже стоит разместить где-то здесь, потому что такой легкий до нее не долетит. Чуть ближе и об нее, когда он ударится, он слегка отскочит и полетит сюда, бум, и здесь маленький прыжочек и остановится сразу. Вот, а он, он здесь очень легко летит и очень с маленьким спейсингом, что, что хорошо, ну, хорошая, хорошая работа. То, что в ней есть немножечко ошибки, это окей. Но здесь хотя бы мы видим легкий мячик и тяжелый мячик. Мячик, который медленно движется и который быстро движется, что, как бы, радует. Вот, так вот, какой у него маленький спейсинг. Мы видим, как он мало проходит расстояние. Вот, очень мало двинулся. И потом, как бы, когда он ударяется сюда, бум, он отскакивает сильнее. А потом опять медленно летит. Вот, немножко нужно посмотреть его дуги, потому что, ну, мне кажется, что они, что они такие изломанные тоже. Ну, что, что не ровная дуга, а что она вот так идет, а потом вот так. А потом, после вот этого еще и вот выгибается вот так, потому что он тут только что летел вроде бы вниз. Хотя нет, не выгибается. Его сразу кидануло сюда в сторону. Окей. Вот, но еще, опять же, мы видим, с какой скоростью он сюда прилетел и с каким спейсингом. Вот его серединка, вот его серединка. Очень маленький спейсинг. Чтобы это было лучше видно на ревью, я сейчас просто приближусь. Мы будем видеть вот так. И теперь, если мы пойдем дальше, вот сюда по анимации, мы увидим, как его дальше продолжает тянуть. только что у него был очень-очень маленький спейсинг. Одна, просто точечка на точечке находились. Опять спейсинг увеличился, ну и его тянет быстрее. Сейчас я просто приду к этому кадру. Вот. Вот точка и вот точка. Они практически в одном месте. Теперь идем дальше и здесь он ускорился. Он такой легкий, я говорю, он бы сразу здесь медленно упал бы. Может быть маленький какой-то прыжочек и все. И покатился и сразу остановился. Это просто очень-очень легкий мячик. Ну, по крайней мере по всем его движениям. Так что тоже проследи его дуги, как он движется. Это будет точно не лишним. Посмотри на его спейсинг. И, ну, это все очень-очень подскажет, что нужно подправить. Окей, теперь посмотрим на быстренький мячик, как он у нас летит. тут он у нас сейчас. Его мы можем проследить по вот этому спейсингу. Пум! Вот так у нас остановилось. Вот какой у нас спейсинг задан мячику. Вот такой. Теперь он почему-то ускорился вниз. Ну, окей, будем считать, что это из-за того, что он летит вниз, но теперь он замедлился. Только что у него был большой спейсинг. Вот. Потом он замедлился. Теперь он вроде бы без изменений. Тут он замедлился на пути вниз. Так быть не должно. Тут он конкретно замедлился и поменял свое направление. Тут он просто очень замедлился. Это должен быть удар с такой же силой. Вот он здесь. Теперь он здесь. Даже вот тут наверное хорошо было бы уже сделать, что он ударяется. Тогда бы этот спейсинг тоже увеличился. Вот в этом кадре он уже бьется. В следующем кадре он у нас отскакивает. Значит, он уже будет здесь. Вот так. В следующем кадре он у нас будет здесь. В следующем кадре он у нас будет здесь. И в следующем кадре он будет допустим здесь, да, ну, он ниже не может пролететь ну, можно тут поправить скажем, хотя, ну, поправить спейсинг, чтобы он увеличился с каждым разом но ничего, что он здесь меньше, если он по пути задевает эту полочку если он ее задевает, бум, а, он еще от нее отскакивает, ну да, тогда, если он на нее падает, тогда в следующем кадре он будет здесь в следующем кадре он может быть немножечко здесь потом здесь на пути вниз будет даже не так на пути вниз будет понемножку ускоряться вот так, может быть, это чуть выше чтобы, опять же, у нас была дуга бум, и тогда мы будем видеть его правдоподобное движение вот, а тут что-то его примагничивает, мы видим, как он ударяется с каким спейсингом он летит он ускорился очень сильно ускорился ударился бум, потерял скорость окей, полочка отскочила из-за этого он потерял скорость он здесь летит по дуге красиво теперь теперь поменял направление мы видим куда он отскочил теперь, видимо, из-за уголка начал лететь в другую сторону но, опять же, начал ускоряться и опять в воздухе поменял направление и пролетел сюда вот его траектория движения ну, это не дуга вот, так что есть над чем поработать а мы на следующей неделе уже переходим к оверлаппингу так что обязательно все просмотрите те, чьи работы не попали на ревью обязательно просмотрите вот свои работы на вот эти первонедельные ошибки которые, ну, обязательно нужно убрать если вы хотите идти дальше и успешно идти дальше с умениями создавать анимацию потому что с каждым разом наши задания, наши анимации будут сложнее и сложнее а если мы с мячиками сейчас не справляемся так, как это нужно делать то что будет с персонажами вот окей а мы идем к следующей работе ее прислал Сергей Маркоидзе о, что-то интересненькое покатили бум ну, разница в весе есть тоже хорошо бум видно, что большой мячик легкий в конце легкий большой мячик не должен был так долго прыгать он бы быстрее остановился как бы немножко поменялось у него его материал, да из чего он состоит какие его свойства то он был такой легенький то он начал таким быть прыгучим вот маленький мячик чуть нужно поработать со спейсингом ну, сейчас посмотрим на них вот тут маленький мячик взлетает он не может взлететь выше этого наклона соответственно, нужно было бы подправить эту горку потому что мы видим, как она выходит ну, под каким направлением а он взлетает выше ну, как будто что-то его еще снизу разгоняет и что мы видим линейную скорость опять же в реальном как бы в просмотре в реальном времени это не так особо было заметно было видно, что что-то немножечко не так но я как бы рисую это для того, чтобы показать наглядно во-первых, а во-вторых нам нужно освоить тайминг и спейсинг вторая часть дуги хорошо, он ускоряется есть контакт вот, но теперь отскок очень неправдоподобный он упал на ровную поверхность под каким углом он сюда влетел его должно было под таким же углом отсюда и выкинуть значит куда-то туда и соответственно его дуга была бы ну, даже даже еще меньше если та была вот такая значит это будет вот так но его почему-то выкидывает вверх и выкидывалка она его сильно не толкнула она вот сама выкидывалка вот сколько только пролетела, да? его спейсинг на пути вверх вот какой вот маленький с каждым кадром вверх он должен терять свою скорость и мы видим что это не происходит ну его просто примагничивает вверх так так тут тоже не дуга а ровная линия что тоже неправдоподобно немножко начала превращаться в дугу немножко начало появляться ускорение но это мало и дуга просто с одним изломом это две прямые линии с мягким переходом между ними потерял скорость мячик маленький после удара вот так что нужно поправить и маленький и большой мячик их дуги их спейсинг и тайминг те же самые комментарии окей ну вот такое у нас второе ревью рассматриваем предыдущие темы окей еще немножко посмотрю большой мячик как он летит у него тоже пропал он как бы ну его его вертикальная скорость он же падает вниз он должен ну если он очень легкий он да он не будет сильнее ускоряться чем он уже ускорился но но теперь он должен продолжать опускаться вниз его же ударило вбок и вниз а вот он вообще ну как бы потерял свою скорость вниз и начал медленно двигаться вбок после удара в общем он не то что получил ускорение он получил замедление после удара это тоже не совсем правдоподобно окей а мы идем к следующей работе ее прислала Алена Сычева так маленький мячик очень примагничивает и что-то ему меняет скорость его затормаживает его разгоняет и ускоряет спейсинг нужно посмотреть обязательно в нем как бы цель вот этого задания этой недели чтобы два мячика двигались правдоподобно просто один мячик должен двигаться как более тяжелый правдоподобный мячик да правдоподобное движение другой более легкий но оба мячика должны двигаться по дугам с правильным или правдоподобным спейсингом да и с ускорениями и с замедлениями значит с маленьким у него и присутствует замедление ускорения и я имею ввиду не правдоподобные а такие И не на пути вверх, и на пути вниз, а просто вот в какие-то случайные моменты времени. Это хорошо было бы поправить. Мы сейчас это, опять же, немножечко рассмотрим. Большой мячик летит с одним и тем же спейсингом. И не по дуге, а выглядит прямой линией. Может быть, какая-то микродуга присутствует в большем мячике. Но сейчас мне она незаметна. Что, опять же, убирает правдоподобность. Окей, смотрим. Сейчас я сделаю, чтобы мы получше все видели здесь. Поехали. Большой мячик. Его серединка, его серединка, его серединка. Ну вот. Тут он потерял полностью скорость. Вот он. Только что он летел вот с таким спейсингом. Следующий кадр, он потерял скорость. Опять ускорился. На пути вниз большой мячик. Если даже он такой и легкий, то мы должны все равно показать, что он движется по дуге. Допустим, он был здесь. Потом здесь. Потом. Да? Потом здесь. И если он развил свою максимальную скорость, то все равно это должна быть дуга, по которой, ну, он понемножку, понемножку теряет свою горизонтальную скорость. И, может быть, я даже слишком резко нарисовал, что он ее потерял. Но вот так. Так. Да? Ну, без движения назад. Вот так. Вот какая должна быть дуга. Здесь. 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 Хотя я бы немножечко-немножечко оставлял бы это ускорение на пути вниз. Чтобы, ну, даже у легкого мячика, чтобы оно присутствовало. Ну, это добавит, опять же, интереса, живости в анимацию. Он не будет двигаться с одной линейной скоростью. Вот. И если он во что-то бы ударился на пути, да, допустим, здесь какой-то угловатый стоит кубик, да, во что-то, во что он может удариться, то этот же спейсинг просто с отскоком, ну, пошел бы куда-то сюда. Вот так. И дальше. И дальше. Опять же, это был отскок, и это дуга бы, это движение, опять же, было бы дугой, но с учетом того, что он отскочил. Вот. Теперь тут мячик на пути вперед. Если посмотрим только его горизонтальное движение, насколько он сдвигается горизонтально, мы видим, какой его спейсинг здесь, да, какие расстояния между этими палочками. Теперь. Тут. Он ускорился. Вот какие расстояния. Теперь тут, опять же, в воздухе ничего его не задерживало, но он начинает тормозить. Вот. У него на вот этом пролете был и разгон, и торможение. Ну, это быть, опять же, так быть не должно. У него должен быть отсюда, вот в этой точке у него был какой-то максимальный разгон из-за того, что он двигался оттуда сверху. Ну, тут его максимальная скорость, соответственно, максимальный спейсинг. Дальше все его движения, он теряет скорость. И ключ, да, вот у нас translate the, он вдоль экрана катится в отрицательную the сторону, the minus, да. Значит, по z в отрицательную сторону ключи, сколько у него должно быть ключей? Один ключ в начале анимации, допустим, здесь, да, начало анимации, тут стоит ключик. Идем дальше. Это все еще должен быть один ключ, один ключ. Никаких ключей в z не должно быть. Еще не должно быть, еще не должно быть. Вот тут почему-то он тормозит на этой палочке. Окей, будем считать, что это мультяшный шарик, он может остановиться сам по себе. Значит, следующий ключ в z у нас должен быть только здесь, вот в этом моменте на таймлайне, да. Если вот это наш таймлайн, то следующий ключ здесь. Он поменял направление, откатился назад. Ну, можно следующий ключ, когда он немножко откатился сюда. Но даже если он начинает катиться, то следующий ключ будет только, когда он поменяет направление. Это значит здесь, во время удара, вот тут, идем дальше, бум, вот тут. На таймлайне я как будто, ну, представляю, что это таймлайн. Мы просто считаем, сколько должно быть ключей. Вот он ударился, бум. Теперь он тут ни обо что не ударился, и почему-то от воздуха он отскакивает в обратную сторону. Ну, не совсем ясно, что с ним произошло. Он первый кадр отскакивает вперед, а потом назад. После того, как он ударился вот в эту палочку, дальше он должен тын-тын-тын, либо остановиться перед этой, либо удариться в нее. Соответственно, если он остановится, то когда он остановится перед ней, да, мы посчитаем, что вот здесь, здесь просто будет стоять на таймлайне один ключ остановки, что он остановился здесь. Если он по пути остановится и отскочит, то, значит, после этого ключа будет еще, ну, вот этот ключ будет считаться отскоком, а еще один остановкой. И максимум, максимум, здесь должно быть раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть ключей в Translate-Z канале. Максимум шесть точечек на вот этой траектории, которая у тебя идет вот так вот. Плюс ее наклон всегда должен падать, если, ну, конечно, если его что-то дополнительно не разгоняло. Мы сейчас посмотрим. Да, ну, можем сказать, что он остановился один раз здесь. Значит, из какого-то постоянного наклона он остановится на этой палочке. Потом он покатится в обратную сторону с разгоном. Значит, плавно выйдет отсюда. Покатится в ту сторону, разгонится сколько-то, и отсюда тоже будет только терять свою скорость. Вот, если он ударяется по пути в другую палочку, значит, когда он ударился, если это момент удара, то отсюда это просто отзеркалится, вот эта линия, вот, в Graph Editor. Значит, вот этот кусок не нужен будет. В Graph Editor Translate-Z будет выглядеть примерно вот так. Вот, идет плавно, это момент остановки на палочке. Это плавный слет с палочки с разгоном вперед. Вот, это удар, вот этот ключ, удар об вот эту палочку с отскоком сюда. И тут он ударяется в эту, значит, еще один удар будет здесь. Эта кривая отзеркалится вот сюда, да, вот как зеркало. И все, и она там плавно остановится. Значит, вот это нам тоже не нужно. Вот мы получили примерный рисунок кривой. Я сейчас его примерно здесь нарисовал, но вот столько ключей нам всего лишь нужно. И тогда, если не будет никаких лишних ключей и лишних каких-то изгибов, что линия пошла так, потом так, а потом только пришла сюда, не будет вот этих придуманных ненужных замедлений и ускорений. Просто нужно подумать, как, если не обращать внимание на его вертикальное движение, что влияет на его горизонтальное движение. И также обратное. Отделяем горизонтальное движение и просто думаем, как он движется вертикально. Вначале он спускается вниз по этой наклонной, да, потом он поднимается вверх по этой наклонной, значит, у нас транслейт игрек идет вверх. Потом он опускается вниз на эту полочку и отпрыгивает с нее, поднимается вверх. Значит, опять же, транслейт игрек пойдет вверх, кривая. Потом он опускается на эту полочку, потом он опускается на эту, да. Может быть, какой-то небольшой подъем здесь будет, если это он соскакивает туда. Опустился здесь Сколько-то времени Translate Y будет ровным Без изменений Потому что он никуда не прыгает Его высота не меняется Несколько кадров он стоит здесь Translate Y стоит так Но потом Translate Y начинает плавно Плавно переходить в то, что он падает Он опускается Translate Y пошел вниз Он отскакивает от этой полочки Значит Translate Y здесь поднимается Делает какой-то небольшой отскок Потом то, что он ударяется об эту полку Никак не влияет на него Он продолжает опускаться вниз Значит Translate Y опускается до момента удара о землю А потом Translate Y еще делает несколько прыжочков Вот, и опять же Мы рассмотрели, как Translate Y должен выглядеть И Вот, внеся такие поправки Анимация будет красивой и привлекательной Что главное Как бы нужно усвоить О двух мячиках Что более тяжелые мячики будут двигаться С более большим спейсингом И более большим и более быстрым ускорением Да Легкий мячик будет Тоже будет иметь ускорение Он будет понемножку ускоряться Его дуги могут Может не будут такими Вытянутыми Потому что, ну По горизонтали он быстро будет терять Свою скорость Если кинуть ядро, да Железное Оно может Сильно разгоняться И прописывать вот такую как бы сильную дугу Вот отсюда Сюда 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 И сюда, да Ну вот такая То кинув пляжный мячик Он Он Недолго Поддержит Свою Ну как бы Свою горизонтальную скорость Вот Киньте Если у вас есть возможность Кинуть пляжный мячик Постарайтесь его максимально далеко кинуть Насколько он от вас отлетит Вы увидите, что На очень мало Потому что его воздух остановит Он легкий Сопротивление воздуха Его остановит Киньте Теннисный мячик Он улетит далеко Киньте Ядро Оно тоже улетит далеко Вот Но И тот и тот мячик Упадут на землю Потому что Гравитация и притяжение Они их притянут К земле Потому что Влияние гравитации и притяжение Это постоянная сила Оно не уменьшается Ну конечно Рядом с центром землей Да Земли точнее Окей Да Там уменьшается И там Во все стороны Да Будут одинаково растягивать Но Но на нашей поверхности земли Гравитация тянет вниз К центру земли Все Это постоянная сила Поэтому мячики И другие объекты Ускоряются на пути вниз И продолжают двигаться Пока не встретят на пути Какую-то преграду Грунт Пол Землю И так далее Горизонтальной Постоянной скорости У нас нету Ну разве что Ветер Да Если был ветер Попутный Или наоборот Встречный Да Это какие-то силы Но просто Ее нету Поэтому ваш мячик До бесконечности Вперед не полетит А вниз он полетит Долго Если будет возможность До центра земли Полетит до центра земли Вот такие заметки А у нас есть Еще Одна анимация И ее прислал Сэм Петросян Давайте ее тоже рассмотрим Сейчас мы ее откроем Покрупнее Так И запустим Ну здесь я тоже могу сказать Очень мало поработано Мячики меняют направление Мячики меняют скорость Здесь просто поставлено Несколько ключей И сдано Это сдано Ради птички сдать Здесь Ну Сэм Ты не Если Ну как бы Ты посмотрел лекцию То ты ее посмотрел Видимо Из Может быть Из соседней комнаты Может быть Без звука Может быть Картинка пропадала на экране Но Что-то не так Ну Материал первой лекции Не освоен И тем более Материал второй лекции Так что Очень-очень Рекомендую Посмотреть еще раз В общем Больше внимания А ну И Если есть предложения Можете писать их На стене лекции Надо как-то придумать Какую-то хорошую систему Как отбирать Работы на ревью Я возможно Буду сам Просто визуально Смотреть Которые работы Более интересные Или часть Буду сам визуально Отбирать Так А потом А часть Будут все еще Случайные работы Просто Буду более быстро Их рассматривать Уже не повторяясь На те моменты Которые мы рассмотрели Что тайминг и спейсинг Не так Я просто буду говорить Здесь тайминг и спейсинг Не то Смотрите предыдущие лекции И переходите к следующей работе Тогда ревьюшки Не будут так долго Затягиваться Вот Все Тогда всем больше внимания Хорошей и интересной учебы И до встречи На онлайн встрече Счастливо 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 Счастливо